Приветствую вас, давайте попробуем разобраться со всем тем, что вы написали, давайте попробуем понять, что же все-таки вам выбрать. Прежде чем, прежде чем начать разбирать то, что вы написали, мне бы хотелось вам сказать так. В современном мире, в нашем мире есть очень много возможностей, и вы эти возможности имели, простите за тавтологию, вы эти возможности имели возможность на себе испытать. То есть вы, условно говоря, научи убедились, что их много, и что человек, в принципе, может делать вообще все. То есть и заниматься другим учетом, и заниматься дизайном, и человек может стоять у конвейера, иметь красный диплом и так далее. То есть возможностей масса. И из-за этого, из-за того, что возможностей масса, у человека разбегаются глаза относительно того, что же ему все-таки делать. Вот и с вами произошла такая ситуация. Вам все время и постоянно казалось, что возможностей очень и очень много. И из-за этого вы самостоятельно выбирали постоянно такие моменты, такие аспекты, которые вам казались правильными, казались верными, конечно. Но все-таки это было продиктовано именно широтой возможностей, а не тем, что вы хотели для себя. И таким образом, мне бы хотелось сделать небольшое такое резюме, резюмируя то, что я сказал. Можно прийти к выводу, что вам необходимо сейчас для себя немножечко успокоиться. И вообще-то говоря, перестать, знаете, постоянно что-то найти. А вот найти что-то, лишь бы работать. Вот это вот ощущение у меня было, когда я ожидал ваше сообщение, что вам нужно бы что угодно, лишь бы только быть занятым. Ну, давайте спросим у себя, а для чего вам это нужно? Собственно, для чего вам нужна обязательная занятость? Как для чего скажете вы? Чтобы деньги зарабатывать, чтобы обеспечивать себя, чтобы иметь средства к существованию и так далее. Хорошо? Ну, тогда, если вам нужны именно средства, то несложно догадаться, что работу нужно выбирать по средствам и по ее легкости. А головой работать в сфере ход. Понимаете? То есть, если вы начинаете свою трудовую деятельность, то для начала вам нужно для себя определить главное, для чего вы работаете. Какой у вас приоритет? Если заработать деньги, для средств к существованию, то это одно. Тогда вам, безусловно, нужно не обрезгивать той работой, которая приносит деньги, и при этом для вас не так сильно является тяжелым. Это первое. Если вам нужно работать головой, то интеллектуальный труд приносит доход, не тратку. А только после получения определенного опыта в этой сфере, как вы, наверное, уже для себя поняли. И если так, если это все так, то для начала определитесь, для чего вам вот это все нужно. Для чего вам нужна работа. Определитесь. Теперь дальше. В том, что касается того, что вы написали. Начинаете вы с того, что пишете о отсутствии возможности задержаться где-либо на работе. Да, то есть вы пишете вот такую вещь, значит, что вы нигде по богу не задерживались. Этот момент требует анализа, определенного анализа. Вот вы говорите, вы не смогли работать и для того, что у вас не получалось общаться с девочками в коллективе. Не ладились с ними, они оказались слишком злобными и не особо умными. Ну, возникает вопрос. И что? Ну, они не очень умные, они злобные. Ну, вы пришли на работу. Для чего? Чтобы общаться с людьми? Или чтобы работать? Понимаете, вам нужно для начала вот этот момент, то не для себя выяснить, что работа это не средство социального взаимодействия, это не средство социальной реализации. Люди работают там, чтобы получать деньги. Для них это источник, ну, как бы, обеспечения. Для них это источник средств к существованию, понимаете? И там нет места дружбы вообще. Нет места дружбы, нет места каким-то искренним силотам и так далее. Да, может быть, иметь место служебный роман, но это тоже сливается определенными последствиями. То есть, вот вам, я так и не понял, почему вы ушли. Потому что вы делали ошибки, ну, хорошо, вы делали ошибки, но можно же было научиться, можно же было подкорректироваться, можно же было как-то стараться. Почему вы не держались за эту работу, непонятно. Вам было там, тяжело. Сама работа была не сложная, но было обучение и очень много документов. То есть, здесь есть противоречия. Сама работа была не сложная, но вы делали ошибки. Так как же она была не сложной, если вы делали ошибки? Не очень понятно. Следующий важный момент. Это момент про ваш диплом и про то, что знания вам давали теоретические, но вы были отличницей и закончили университет с красным дипломом. Вы знаете, здесь момент, конечно, достаточно деликатный и сложный. Как вам его лучше подать, я даже не очень представляю, потому что, ну, может быть, вам это не понравится. Понимаете, когда и если вы получили диплом, вы, наверное, думали, надеялись, полагали, считали, что у вас теперь, после того, как вы получили диплом, вам открыты все двери. Ну, в обучении, вам открыты все двери. И для вас, наверное, было очень серьезной неожиданностью, когда обучение не дало вам внезапно того, что вы от него ожидали. Если оно не открыло вам путь, собственно, к развитию, оно не открыло вам путь к работе с людьми, оно не открыло вам путь к карьерному росту. Впрочем, вы увидели, что, в общем-то, у вас есть проблемы. И здесь мы должны сказать, что обучение, к сожалению, тем более обучение сегодняшнее, которое, вот, имеет место быть у некоторых людей и вообще, в частности, даже в некоторых университетах, это чистая формата. После этого обучения людям, как вы, наверное, сами уже догадались, после этого обучения людям нужно заново обучение проходить. Вот что это за обучение такое, после которого нужно заново обучение проходить, а можно только годы-гадат. Но оно, тем не менее, есть это обучение, и от него никуда-нибудь не десут. Отсюда вам нужно сделать вывод, что то, что вы закончили университет, и то, как вы, наверное, оценивали или считали, воспринимали свои знания, свои способности к чему-то, ну, скорее всего, было неправильно, скорее всего, было неверным, и, скорее всего, ввело, вводило вас в заблуждение. Потому что, ну, очевидно, что у вас нет возможности для того, чтобы использовать свой красный диплом напрямую для реализации своих профессиональных амбиций. Следующий важный момент, который заключается в том, что вы не можете определиться с тем, чего вы хотели бы для себя. Я думаю, что здесь вам нужно, опять-таки, немножечко перестать стремиться к тому, чтобы обязательно эти работы, и подумать, что у вас лучше всего получается. Какие у вас сильные стороны, а какие у вас слабые стороны. Для начала постараться сделать так, чтобы сильные стороны максимально акцентировать, чтобы иметь о них очень четкое представление, о своих сильных сторонах. А слабые стороны принимать в себе и сделать сильными. То есть, по сути, перекомбинировать свои слабые и сильные стороны. Вот вы говорите, что вы некоммуникабельны, боитесь общения с людьми, боитесь детей. Это комплексы, страхи, и с ними нужно работать. Они, вполне вероятно, мечтают вам, как оказалось, как и реализовываться себе. Реализовываться в сфере профессиональной деятельности. Откуда идут эти страхи? Откуда идет страх общения с людьми? Чего вы боитесь? Почему вы боитесь? Ну, вообще-то говоря, не очень понятно. Но это неуверенность в себе. Комплексы, и с ними нужно работать. Далее вы пишите, что вы работали в конвейере, где вам было хорошо, потому что все было понятно, все было четко, все было предельно просто. Если бы не тяжелый график, вы бы там остались. Собственно, понимаете как? Почему вам было там хорошо? Потому что все было определенное, и ответственность никакой вы не несли за себя. Потому что работа интеллектуальная, работа головой, то, чего бы вы хотели, это всегда ответственность и высокая, большая ответственность за себя и за то, что вы делаете. Когда человек работает физически, ответственность идет не так много. И, соответственно, либо вы получаете возможность нести ответственность за себя, прорабатываете свои страхи, не боитесь потерять годы обучения в университете, потому что они так и так не пропадут зря, они дали вам определенную базу знаний и фундаментальное университетское образование. И все-таки начиная с возможности нести ответственность за себя, с проработки своих страхов, к перекомбинированию и переформатированию своих сильных и слабых сторон, а также вместе с этим определение того, чего бы вам хотелось, что вам нужно и какие у вас приоритеты, связанные с работой, для чего вам работать. Вот с этого всего вам нужно начать и тогда проблема ваша будет решена. Потому что неопределенно до тех пор, пока нет приоритетов, неопределенно до тех пор, пока есть определенные факторы, которые мешают вам реализовываться в своей профессиональной деятельности. Если эти факторы убрать, то все у вас будет хорошо. На этом все, надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи. Субтитры создавал DimaTorzok